Девушки отдыхают Такой строгий подход к диете, он не всегда оправдан, потому что женщина начинает исключать, исключая из своего рациона сладкое, особенно то, к чему она привыкла, это хотя бы полклиточки шоколада, исключать целиком и полностью сразу нельзя, потому что начинается нервное стрессовое перевозбуждение, и мы только себе вредим тем самым. Но это не значит, что нужно наедаться такими вещами, как шоколад или гамбургеры, да, или еще что-то. Попробуй тот продукт, который очень сильно хочется, и наградить себя за то, что ты смогла неделю или две высидеть на диете и спокойно позволить себе выходной день скушать. Но обязательно после этого отработать съеденные калории. Более диетическим по праву считается горький шоколад, в котором не содержится молоко и почти нет сахара. Даже маленькая порция надолго вызывает чувство сытости и помогает избавиться от желания перекусить другими сладкими, солеными и жирными продуктами, что в свою очередь способствует снижению веса. Но увлекаться шоколадом, пусть даже горьким, ни в коем случае нельзя. Питание должно быть сбалансированным. Ограничив рацион простыми углеводами и жирами, отказавшись от полезных белков, минеральных веществ, мы подвергаем огромной опасности свою поджелудочную железу. Шоколад по праву считается любимым лакомством детей и взрослых. Не только вкусный, но и полезный. Он поднимает настроение, стимулирует работу мозга, содержит кальций, железо и витамины группы В. Также в шоколаде присутствует теобрамин – алкалоид, оказывающий возбуждающие действия на нервную систему. И как и любым продуктам, содержащим сахар, шоколадом нельзя злоупотреблять. Когда мы потребляем много сахара, у нас в крови увеличивается уровень глюкозы, что, собственно, приводит к серьезным нарушениям углеводного обмена. И все же не бойтесь включить в свой ежедневный рацион пару долек шоколада. Горький, молочный, белый с орехами или вафельной крошкой. Даже ведя здоровый образ жизни, не отказывайтесь от удовольствия побаловать себя тающим во рту лакомством. А чтобы избежать проблем с лишним весом, ешьте его в первой половине дня. Именно в этот период времени наш кишечник, наш желудок готовы работать и перерабатывать такие вещи. Все, что мы съедим в первой половине дня, у нас достаточно быстро сгорит и перейдет в правильное русло, не отложится в жир. Почему не рекомендуют и соленое, и сладкое есть именно на ночь? Потому что это самый тяжелый период для нашего желудка переваривать такую пищу. Он уже за целый день наработался, все, дальше он себя израсходовал, так сказать, все ресурсы свои израсходовал. И все, что мы съедим вечером, на ночь, это, конечно, калорийность, да, это все отложится.